Мы сейчас едем по Санкт-Петербургу с очень интересным человеком. И видео это само по себе необычное. Я предлагаю вам послушать то, что будет дальше. Не важно, кто я, важно, что я хочу рассказать. Я являюсь действующим сотрудником ГИБДД одного из подразделений города Санкт-Петербурга. Хочется в это видео донести до народа ту правду, которую, в принципе, они не знают. И основная суть данного видео, чтобы человек не попался на уловки моих, как говорится, коллег. Давление стороны руководства заставляет делать именно эти вещи, о которых я буду рассказывать. То бишь, чтобы не выходить в выходные дни работать, любите пьяных. Схема простая, в принципе, она действует по всему городу. Берется абсолютно трезвый человек, останавливается машина, смотрится, естественно, на повадке человека. Если человек слабохарактерный, приглашают на пуст. Понятно, там на пуст, либо в патрульку. Как это определяется? В процессе общения. Все это смотрится в процессе общения. То есть, если человек мягкий, мягкий человек, нормальный отдел. Из которого можно лепить все, что угодно. Можно даже, в принципе, смотреть по водителям грузовика, работягу. Сдается ему вопрос. Вчера он ничего не употреблял. Ну, такой час спрашивают. Если человек слабохарактерный, он просит там, а что там такое, скажут, от него пивом попахивает. Естественно, человек начинает нервничать, ломаться. Говорит, вчера, допустим, за футболом бутылочку пива он выпил. Естественно, прошло там времени, часов 15 уже. Говорится, ну, товарищ, готов пройти свидетельствование. Человеку ничего не остается, как, естественно, продуть прибор. Выходит из патрульного автомобиля. Инспектора предлагают там прогуляться, продышаться, пока будут оставляться необходимые бумаги. Человек, естественно, выходит. Ходит, курит, нервничает. В это время происходит самое интересное. Заряжается прибор для продувки. Прибор, соответственно, который с чеками идут. Алкотекторы. Их две модели. Человек пока ходит, он, естественно, ничего не видит. Второй инспектор выходит, отвлекает, находит понятых. Понятые останавливаются такие же слабохарактерные. Дедушки на социальных каких-нибудь машинах, их очень много на самом деле В это время в подрульном автомобиле берется квас, забиваются все данные человека в прибор Соответственно идет фамилия, имя, отчество, номер машины, все что положено, что было в этом чеке Инспектор, который сидит в подрульном автомобиле, продувает прибор кваском То есть набирает в рот кваса, получит рот, выплевывает и продувает Выскакивает результат, который похож очень на остаточный Показывает по-разному зависимости, если квас новый, то он естественно покажет поменьше Как правило квас держится долго Перед тем, как мне дать продуть, он поставит другую трубочку и прогонит квас по этому аппарату Совершенно верно, прибор выключается, приглашаются понятые, припонятых составляется отстранение Человек сажается рядом, все происходит правдоподобно, стоят понятые, пожалуйста проходите Вот человек, сейчас мы будем освидетельствовать, вы понятые Берется прибор, включается, все это выглядит очень правдоподобно, человек отдается на выбор трубочки Суть в том, что прибор уже заряжен, что это 100% гарантия Включает прибор, делает вид, что вводит, там все пикает, как будто данные вводят Включаешь прибор, даешь человеку этот прибор, готовый человек дует, естественно он не видит, что там на табло Человек дует в пустой прибор, ничего туда не вводится Он дует туда и просто инспектор после продукции, ничего не показывая, что там на приборе Включает последний тест с памяти и нажимает печать, вылезает чек И это происходит реально в Санкт-Петербурге? Это происходит, да Это происходит в каком-то одном подразделении, во всех, где это происходит? Не могу ответить за все подразделения, но я знаю большинство, почти везде Как эту вещь можно обойти? Люди смогут вот это вот дело все сразу оспаривать на месте Требовать ответственного, значит, когда ознакомливают с чеком, где он будет ставить свой подпись Если даже не ознакомливают, не говорят, что вставил свою подпись Человек пускай посмотрит, потребует, дайте я посмотрю чек, а в щеке время с продувкой Допустим, была в 10-20, а по факту надувка была в день А там разница вот этих 20 минут, что это такое? Большой геморрой Так, что можно сделать сразу, чтобы наказать этого инспектора? Звонить в УСБ в 11-й отдел Звонить, то есть по Санкт-Петербургу надо звонить в УСБ? В УСБ, я готов продуть, вот сейчас еще один, можно, с разрешения, допустим, УСБ Сразу я продую при вас еще раз Пускай, да, это против правил, но я не согласен, почему такая разница во времени Это геморрой, это боятся в 10-м дарах И что, вот реально так много людей оформляется в городе? Оформляется, и 100% 80, по моим подсчетам То есть реально просто берут и искусственно поднимают статистику по пьяни? Да О чем руководство зарабатывает в отделах? Вот он же не на дороге стоит Руководство зарабатывает, за все тоже не могу сказать о делах С какого подразделения точно я тоже говорить не буду, естественно Ну не важно, ну то есть просто, давай просто говорить Не какое подразделение, а вот твое подразделение, да? Ну не важно, какое оно, да, твое подразделение как зарабатывает твое руководство то что ты можешь знать на поборах с инспекторов то есть он из то что на дорогу не выходит он получает с тех кто на дороге то есть инспектор который на дороге на этом выходе ну что план какой-то должен стать он должен какую-то сумму принести как это вообще происходит правило езды по разному сумму колеблются от 500 до 2000 за смену от 500 до 2000 это должен сдать нужно сотрудник в пьяных отпускают пьяный сотрудник пьяного сотрудника отпускает что отпускает сотрудники прокуратуры пьяные попытались конечно с гонками они гоняют различные организации следственный комитет еще кто то еще кто то есть в принципе в люди с удостоверением абсолютно нормально да в городе позволяет себе выпить уж не просто выпить а где наш столом надоел как бы спредел чтобы люди знали просто хочется предостеречь